Субтитры сделал DimaTorzok Black Rush, потому что, как лично я считаю, это некое памятное событие, когда вот проект Black Rush и когда проект Arizona RP, они сравнялись по онлайну, то есть теперь будет интересно, что предпримут люди, то есть Black Rush будет ли она открывать 17 сервак и будет ли Arizona RP там как-то шевелиться и что-то со всем вот этим вот делать, то есть ну очень интересно, что из всего этого получится, потому что пока что я прям вот знаете смотрю на все это, на то, что происходит вообще во всех вот этих вот вещах, я вообще не понимаю, что делать, что вообще из всего этого, то есть ну очень страшно, очень непредсказуемо, очень непонятно, однако следить за всем этим, я думаю, это ну дико интересно и дико вот так нормально, я уже поднимал этот вопрос в недавнем своем видеоролике касательно Black Rush, вы можете его посмотреть и там разумеется все это в той или иной степени вы поймете и там все это будет и вообще все будет, ну много всего вообще будет. Так вот, изначально все началось с неких вот этих вот опять-таки намеков, там один игровой менеджер, потом там основатель, потом там создатель, потом там PR менеджер, потом вот эти вот все прочие люди, они начали говорить, мол, азурит, некоторые начали говорить, мол, вот нашли вот такой вот камень, чтобы это могло узнать. Ну, то есть, я думаю, что если вы подписаны на журнал Life Mobile, как бы в социальной сети ВКонтакте, которая уже не принадлежит Павлу Дурову, потому что я хотел сказать, типа, которая принадлежит Павлу Дурову, а она, типа, не принадлежит, я думаю, вы понимаете. Давайте вот просто перейдем к последним трем, там, или каким, вот этим вот всем постам, и посмотрим, что там такое пишут. 16 сервер Black Rush под названием Azure, 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 откроется уже в среду, об этом сообщили несколько ютуберов проекта, и не только проекта, а тех, кого вот позвали, типа, ну, вот не так давно. Я бы уже тоже начинал говорить о том, что, возможно, новый сервак будет, возможно, там будет еще что-то, и уже там дальше мы обсудим, каких ютуберов они позвали в следующих видеороликах. В этом только вот, там, касательно Реваза и всех остальных, потому что тут, в данном посте прикреплен именно скриншот с канала, с ютуб вот этого всего сообщества Реваз, и я думаю, что, ну, типа, как-то так оно там все происходит, и как-то так оно там все вот это... Ну, то есть, непонятно, странно, нелогично, ни вот этого... Давайте посмотрим. Black Rush 21 июля открывает новый сервер. Из плюсов, если перейдем туда. Плюс новый сервер, где ни у кого еще ничего нет, хотя, ну, как бы логично, что многие задонатят, и у всех уже там что-то будет. Второй плюс. Меньше в будущем очереди на вход. Сомнительно, потому что изначально все будут пытаться зайти на этот новый сервак для того, чтобы что-то словить, для того, чтобы там что-то сделать, и так далее. Ну, то есть, такой себе сомнительный плюс. Возможность занять место под солнцем. То есть, это повторение того плюса, который был до этого. Очень странно, типа, Реваз, как обычно, льет воду. А еще, знаете, мне говорят, что, мол, Данила СДС, Данила КПРФ, Семен, и так далее, ты льешь много воды. Мол, а вы посмотрите, вот что делает Реваз. То есть, он плюс, вот лишь бы, знаете, как-то обслужить вот эти вот все интересы капитал. Вот придумывает какие-то там плюсы, придумывает какие-то там все вот эти вот прочие минусы, и так далее. То есть, ну, очень странный какой-то Реваз вообще, ну, то есть, я не знаю, зачем он все это делает. Для чего, для кого, ну, логично для кого, понятно зачем, понятно для чего. Однако, ну, как-то, типа, ну, ну, хуй знает. Ну, Реваз, ну, ты как, ну, подумай, как-то что-то там сделай. Что-то там вот это вот все прочее поразмыслили мозгами. Ладно, в общем-то, я уже что-то не то несу. Ну, в общем, факт в том, что Реваз, ютубер, который вот сейчас на Аризона РП, он перешел на Блэк Раш, ну, типа, будет снимать, я так понимаю, и Аризона РП, и Блэк Раш. Вот как делаю я, и как делают все нормальные люди, которые захотят заработать много денег со всего этого GTA сам Ютуба. Может быть, там, я не знаю, купить себе яхту, машину, может быть, айфон там 11 Pro Max на 128 гигабитумов и так далее. То есть, ну, все люди такое делают. Это была самая первая новость касательно всего вот этого проекта, касательно всего вот этого сервака. Остальные новости я обсужу в следующих видеороликах, поэтому, если вам все это интересно, если вам все это нужно, если вы, как бы, заинтересованы во всей этой информации, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк или дизлайк под данный видеоролик, любая активность, это замечательно. И пишите комментарии, типа, что ты дурак, что ли, что ты наговорил, типа, мы и так все это знали, Реваз, что там, то, сё. Все это пишите в комментарии, я все это прочитаю, все это обсужу, на некоторые комментарии, возможно, отвечу в одном из следующих видеороликов или просто отвечу в комментариях. Поэтому все это пишите, все это обсуждайте. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до скорых новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok